Об энергетической безопасности региона, проблемах и возможных рисках рассказывали специалисты энергетической отрасли. Подробнее об этом далее в сюжете. Главный вопрос повестки дня – подрыв линии электропередачи на Крым и возможные последствия этих событий для Запорожской АЭС, от которой полуостров получал значительную долю электроэнергии. Специалисты говорят, переживать не стоит. И хотя релейная автоматика позволяет отключать линии во время подобных ЧП, все же нельзя полностью исключать нештатные ситуации на подстанции. Тем более, что состояние оборудования Днепровской электроэнергетической системы оставляет желать лучшего. Во-первых, очень страдают от воров, расхищающих медалоконструкции, а во-вторых, подстанции строились и линии прокладывались очень давно. Поэтому оборудование изнашивается, выходит из строя, денег на его замену при этом нет. В Днепровской энергетической системе она обслуживает Запорожскую, Кировоградскую, Днепропетровскую область. Это самая крупная энергетическая система на территории Украины. В ней насчитывается 21 подстанция. Так вот, из этих 21 подстанций на трех подстанциях отсутствуют автотрансформаторы. То есть не вообще их отсутствует, а просто по проектной мощности должно быть, допустим, три трансформатора, стоит два, или четыре, стоит три. Остается проблемой то, что основную часть энергоносителя мы получаем из России, а значит зависимы в этом вопросе от северного соседа. Правда, в этом году накоплены более солидные запасы угля для ТЭЦ, чем в прошлом. И это обнадеживает. Тем временем, ни одна энергоснабжающая компания из шести в Днепровском регионе не получила своевременно акт о готовности к осенне-зимнему периоду. Виной тому целый ряд замечаний. Это невыполнение в регламентированных объемах ремонтов и технического обслуживания, неполное выполнение инвестиционных программ строительства, модернизации, реконструкции сетей и оборудования. Также отмечается и неполное укомплектованность оперативным и оперативно-ремонтным персоналом. Укомплектованность с запасом оборудования и материалов не в нормативном объеме для осуществления аварийно-восстановительных работ. В столь непростых условиях «Облэнерго» просят абонентов отнестись с пониманием и соблюдать культуру энергопотребления, дабы не перегружать сети. Продолжение следует...